Первое, это слишком громко. Человек приезжает, сразу хочет прям по максимуму сделать звук. Давай мясо! Очень громкий, очень-очень там все убрать, полностью прямоток сделать не рекомендую. Второе, очень похоже на громко, но гулко. Звук выхлопа на турбовых автомобилях, он тише, чем на атмосферных, но он при этом в салоне очень сильно может напрягать, если сделать неправильно, если переборщить. Третье, сначала захотите одно, потом другое, потом третье. Далеко не все работы можно сделать поэтапно, да? Если разделить глушитель на три составляющих, первая часть идет работа с катализатором и заменой на паука, либо на даунпайп. Вторая часть, она касаема подготовки звука. Здесь мы можем поиграться с резонатором. И третья, задняя часть выхлопа, с ней можно много чего сделать. И порой бывает, что человек сначала устанавливает заслонку на одну сторону, потом хочет заслонки, насадки и раздвоение и так далее. То есть нужно определиться изначально. И третья ошибка как раз, когда человек не знает, не понимает, чего хочет. Минут пять, десять, пятого. Четвертое, это сразу удалить катализатор. Далеко не всегда нужно удалять катализатор, для того, чтобы сделать хороший, качественный, несущий звук. Порог удаления катализатора приводит к следующим плачевным последствиям. Это начинается звон. Начинаются такие неприятные звуки из выхлопной системы. И пятое, финальное, и это всеобъемлющее, это выбор сервиса. Если правильно выбрать сервис, то можно избежать всех предыдущих ошибок. Потому что уже на этапе грамотной консультации можно определиться с тем вариантом, который именно хочется. И, конечно же, услышав специалистов и предложив клиенту, мы предлагаем несколько вариантов, да, клиент уже для себя выбирает по ценовой категории, по звуковой составляющей, по визуальной составляющей, какой из вариантов ему приемлем. И это ли не чудо? Приехать в ультравыхлоп и сделать сервис? Продолжение следует...